Вот прям в розетку сюда течет. Вниз смотрите, все течет. Все вот здесь, вот видите, все, что творится. Вот это все творится. Вот теперь можете вверх посмотреть, пожалуйста. Дверную раму разорвало полностью. Здесь у меня когда течет, вот посмотрите, полы, вот все полы разорвало. Квартира Софьи Плуговой находится в аварийном состоянии. Женщина живет на последнем этаже и уже несколько лет. Вода с прохудившейся крыши стекает к ней в квартиру. Коротать вечера ей приходится в темноте, так как заливает еще и проводку. И включать свет в квартире стало просто небезопасно. Женщина винить в своих бедах КСК, так как расходы по жилью она платит исправно. Но вот средств на ремонт крыши у кооператива почему-то не находится. Всего в КСК 13 домов. Из них три девятиэтажки. Вот сколько денег? Можно посчитать, сколько денег собрали? Ну даже кто-то не сдавал деньги, но все равно деньги какие-то собрали, правильно? Можно было хоть что-то сделать? Ничего. Теперь мы обращаемся, нам говорят с усмешкой, говорят, денег нет. Впрочем, возмущение женщины разделят и остальные жители микрорайона. Проблемы у 14 домов кооператива схожи. Дырявые крыши, изношенные трубы. Ничего никаких, что у нас, куда деньги наши идут, что нам делают, что нам не делают, расходы, где наши деньги, я хочу спросить, где наши деньги, на что они уходят, на какие мероприятия, может быть, или еще что-то, ну куда уходят деньги. На эти вопросы жильцы ищут ответы уже семь месяцев. Вот и сегодня они в очередной раз пытаются попасть на прием к председателю. Они уже в курсе, что вы здесь, видите, дверь закрываются, а металл в подвале сидят? Ну, на этом у нас один человек работает. Последняя инстанция, куда пожаловались люди, это жилищная инспекция. Ревизоры пообещали устроить проверку местному КСК. После проведения проверки будем предписание давать. То есть предписание именно по содержанию общего имущества. Далее, в случае, если не выполнение данного предписания, мы будем подавать иск в специализированный межрайонный экономист суд города Алматы. Всего в жилищную инспекцию только в прошлом году поступило свыше тысячи жалоб на КСК. В суд было передано 49 дел. Но все же проверка финансовой деятельности кооператива в полномочия специалистов не входит. Нести прозрачность могут лишь частные аудиторы, которых жители города могут нанять за свой счет. Впрочем, по закону КСК ежеквартально обязаны предоставлять собственникам квартир полный отчет о проведенной работе.